Друзья, доброго времени суток! С вами Валерия. И вот такой необычный формат сегодня я решила опубликовать не просто так, а потому что я возрождаю свой плейлист про путешествия, про блоги, влоги с моих поездок и надеюсь, что вы меня поддержите. Пальцем вверх и также подпиской на мой канал. Сегодня вместе с вами я хочу отправиться в страну, которая постоянно борется за первенство, которая постоянно хочет быть лидером во многих сферах. И думаю, уже глядя на название, вы догадались, про какую страну пойдет речь. Сегодня вместе с вами мы отправляемся в Соединенные Арабские Эмираты и конкретно в Эмират Дубай. Ну что, полетели! По мне видно, что мне удалось попасть в Дубай в ковидное время. И сейчас я вам расскажу, как это сделать, что для этого необходимо. И мы посмотрим Дубай во всех раз. Хоть я и человек легкая на подъем, все равно есть определенный пункт, на который я обращаю внимание в первую очередь. И начинаю я планирование своей поездки с того, сезон ли в этой стране или не сезон. Думаю, Америке я вам не открою, что сезон для поездок в Дубай начинается с октября по апрель. Поделюсь вот такой фишечкой. Помимо сезонности в арабских странах стоит обращать внимание на их религиозные праздники, потому что это может хорошо сыграть вам на руку. К примеру, я полетела в Рамадан. Это девятый месяц исламского календаря. И ему присущи определенные запреты для местных жителей, для граждан. К примеру, нельзя пить, есть и так далее. Это не так критично, потому что можно пойти в туристически вот отведенные места, на которые законы так строго не распространяются, и чувствовать себя отлично. В этот период цены на самолеты, прайсы в ресторанах, а также на проживание в отелях значительно ниже, приятнее, чем в самый разгар сезона, это ближе к Новому году. Дальше, конечно, нужно посмотреть на условия въезда. И здесь во мне просыпается визовый эксперт, визовый специалист, который хочет поставить такой акцент. Поездки, полеты в такие страны, как Соединенные Арабские Эмираты, очень хорошо могут сказаться на вашей визовой истории. Вообще, в принципе, на вашем визовом кейсе, если вы планируете особенно подаваться на такие сложные визы, как американская, канадская, британская, поэтому имейте в виду. А с условиями въезда все очень даже просто. Гражданам Украины можно въезжать в Дубай абсолютно без визы, если вы планируете перебывать до 30 дней. То есть вы свободно берете свой биометрический паспорт, садитесь на самолет и прилетаете. Для граждан России плюс-минус такие же условия. Длительность вашего повода может достигать 90 дней. И вообще, в принципе, плюс-минус требования для всех граждан страны СНГ перекликаются. Если на этом этапе у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях, я с удовольствием вам отвечу. И едем с вами дальше. Как же туда добраться? Сухопутно добраться можно, но сложно и дороговато. Давайте все-таки полетим самолетом. К примеру, я выбрала Turkish Airlines и осталась довольна. Кстати, все необходимые ссылки, которые могут вам понадобиться, пригодиться в путешествии, я оставлю в описании под этим видео. Стоимость перелета с Киева в Дубай через Стамбул на двоих получилось всего лишь 400 долларов. И давайте посмотрим, что делать в Дубай, что, где, как, почем. Мы летели стыковочным рейсом Киев-Стамбул-Стамбул-Дубай. Кормили нас два раза в одном самолете, два раза в другом. Это было волшебно, мы остались сытыми и довольными. Нам необходимо было заполнить вот такую форму, которую вы видите на экране, и потом по приезду ее, собственно говоря, отдать. Очереди были прям, как видите, большие. Я думала, мы будем там стоять полдня. Но, тем не менее, вот берут ваш паспорт, сканируют, наклеивают на него наклеечку и сделают такой бесплатный вам ПЦР-тест. Долетев до Дубаев, мы сделали второй ПЦР-тест. С первым прилетели. Максимальная длительность ПЦР-теста 72 часа. То есть, вот, грубо говоря, за сколько? Четыре дня можно его сделать? За четыре? Три? За три дня? За трое суток до прилета его можно сделать. И сейчас, как я понимаю, мы движемся на паспортный контроль. Как выглядит паспортный контроль? Вот эти такие экранчики делают фотографии. Нужно встать напротив, подать ту форму. И, собственно говоря, все, и паспорт. Если визы у вас нет, вы приехали на короткий промежуток времени, то дальше вам дают сим-карту бесплатную, с помощью которой вы можете логиниться в Wi-Fi в торговых центрах и так далее, либо же пользоваться мобильным интернетом. Но там ограничены условия, чтобы пользоваться более активно, нужно будет пополнить счет. И все, вы идете напрямую прямо к лифту, который ведет в метро, и можете таким образом добраться до города, если не хотите использовать такси либо автобус. Для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, вам нужно купить вот такую проездную карту. Стоит она 25 дзерха, из которых 19 остаются вам на проезд. Имейте в виду, что нет какого-то фиксированного прайса на проезд. Это зависит от количества станций, которые вы проехали, от зоны. Если вы ездите только по одной зоне, это один прайс. Если вы езжаете за нее, то есть едете с одного конца города в другой, тогда, соответственно, поездка будет дороже. Пополняете карточку и свободно можете передвигаться и в метро, и в автобусах, и во всем вообще, в принципе, общественном транспорте Дубая. Вот как это красиво выглядит с вагона метро. Автобусы тоже очень удобные. Если нужна какая-то пересадка, если нужно ее совершить, вы ходите. Вот висят везде такие карты. Если, к примеру, нет интернета под рукой, садитесь, пикаете, перекладываете эту карточку при входе в автобус и прикладываете эту карточку при выходе. Если вы не приложите карточку при выходе, тогда с вас спишут максимальное количество денег за проезд, как за самый длинный. Поэтому имейте в виду. Местный автобус здесь, кстати, похожий на фликсбасса. Я вам говорю, общественный транспорт здесь, конечно, удивляет. Ни в каких европейских странах, там, в Америке, в Китае и подобного я не видела. По стоимости, кстати, проезда в общественном транспорте можно снять и машину на день и воспользоваться и другими видами общественного транспорта. Покажу вам чуть позже. На самом деле, если у вас есть водительские права, берите их, не пожалеете. Один раз прокатиться на автобусе метро так для разнообразия, для опыта, это здорово. Но на машине либо такси все-таки комфортнее. Смотрим дальше. Стоимость такси такая. С утра это можно найти за 5, за 8, за 10 сетирхам. В обед уже от 20. Вечером прайсы поднимаются. Но комфорт, машина, передавать вам не могу. А вот по поводу аренды. Если вы хотите взять какой-то седанчик, какую-то семейную машину, это может вам обойтись и в 20, в 30 долларов. Если вы хотите взять спорткар и прочувствовать атмосферу Дубая, то это, конечно, уже подороже будет. Отель я выбирала прямо вот в притык к поездке, к вылету, потому что не могла выбрать район, в котором хочу жить. Потому что есть район, который прямо прилегает к Бурж-Халифе. Либо же можно жить в районе, который недалеко от пляжа. Либо же можно жить около Дубай-Марины. Что же выбрать? Я до последнего колебалась, что же выбрать? Airbnb, снять апартамент? Либо же все-таки остановиться в отеле, где есть завтраки, где есть room service? И я выбрала вот последний вариант, последний пункт. И, кстати, скажу вам, осталось довольна. Вот как выглядела комната. Очень приятный персонал. Вкусные, разнообразные завтраки. Трансфер от отеля. На территории есть бассейн на крыше. Ресторанчик. И спа-зона. Ну, собственно говоря, все, что нужно для счастья. Одним из первых, что мы сделали, это использовали трансфер нашего отеля, чтобы доехать до Золотого рынка. Вообще, в принципе, до района рынков, рынок текстиля, рынок золота, рынок специй. И нисколечки не пожалели, и я вам советую там побывать. Во-первых, как такового старого района, да, вот центра города, к сожалению или к счастью, там не найти. А вот рыночек, эти такие песчаные, одноэтажные, двухэтажные здания, они вот передавали тот дух, дух пустыни. Ну и, конечно же, там сразу можно купить сувениров. Там продаются и специи красивые, лампадки, светильники, платки, золотые украшения. Итак, все, что вы видите сейчас на экранах, это продается. И оно не такое дорогое, как может показаться. Да, во-первых, тут золото максимально такое желтое, это зависит от пробы. А по поводу прайсов. Они называют прайсов в 10 раз больше, вот, от себестоимости, то есть максимальная накрутка. Если вам что-то понравилось, вы должны узнать цену. К примеру, там браслет стоит 500 дзерхам. Все, свободно сбивайте до 100. Если цена 1000, свободно сбивайте до 500 и далее. Здесь же на рыночке вы найдете одну из местных достопримечательностей. Это ригорный по размерам в мире золотой браслет. Потому что у него вес достиг практически 60 килограмм. И украшен он 5 килограммами драгоценных камней. Все рыночки расположены очень близко друг от друга. Поэтому, приезжая к золотому рынку, вы можете посетить все остальные. К примеру, специи, чай. Здесь вы можете купить за 30-20 дзерхам за 100 грамм. Рядом также рынок текстиля, где есть разные платки, ткани, платья. Также есть антиквариат, элементы декора, керамические изделия. Очень даже красивые. Можно взять как сувенир небольшую вот такую тарелочку. Также здесь разные сувениры в виде магнитика. В общем-то, все, что душа пожелает. И, конечно же, вот такие расписные лампадки. Очень жарко. Если вы знаете какой-то язык, кроме русского, украинский, белорусский, казахский, лучше говорите на нем. Потому что говорите на русском, сразу вам будут завышать цены. Вас будут преследовать. Вам будут пытаться все подряд продать. Рынок и шелков, тканей, и специй, и золото прекрасный. Большой ассортимент. Единственное, что необходимо немного приложить усилия, чтобы сдороговать цену. Иначе вам продадут в 10 раз дороже. Приятная находка. Это прямо при выходе из рынка специй есть паромная остановочка. Обратите на нее внимание. Проезд на вот таком кораблике стоит всего лишь один зерхам в одну сторону. Местные пользуются такими лодочками, как переправой, автобусами. И, собственно говоря, мы решили тоже прокатиться. Виды открываются чудесные. Работают они как и утром, так и в обед, и вечером, как обычный. Естественный транспорт. И вот так можно проехаться с ветерком, не обходить кругами, не вызывать такси, не объяснять, где ты стоишь, а посмотреть на город с другого ракурса. После таких прогулок очень хочется есть. И выбор в плане гастрономии в Дубае просто огромный. Можно найти и места для перекуса, и фастфуд-места, и ресторанчики. И красивые полноценные рестораны, лаунжи с видом на весь город. И хочу вам сказать, что цены совсем не кусаются. Когда я туда летела, я думала, что нужно вообще отдать состояние для того, чтобы чувствовать себе там комфорта. Но это далеко не так. Лично для меня еще было приятным открытием. Это местная доставка. Конечно, Uber Eats там тоже имеется. Но Talabat и Delivery это хорошая альтернатива, которая предлагает и быструю доставку, и хороший сервис. Голодными вы там точно не останетесь. Кстати, по поводу заведений я написала небольшой пост, такой гайд по тем заведениям, где непосредственно мне удалось побывать. Ссылку на свой инстаграм я обязательно оставлю в описании под этим видео, где вы сможете это все себе сохранить и взять на заметку для посещения Дубая. Пляжи. Пляжи это просто отдельная история. Вот, наверное, пляжи это одно из самых дорогих мест, потому что и прокат лежака, и прокат зонта, и вход непосредственно на территорию пляжных клубов ежедневно. Это хорошая такая графа расходов. Вот такие прайсы были во время посещения Дубая мной. За время пребывания в Дубае сформировался список тех пляжей, которые я бы еще неоднократно посещала, посещала и посещала. От многих, кстати, отелей туда идут трансферы, потому что это самые популярные, самые большие пляжи Дубая. Поэтому уверена, что на них вы тоже побываете. На пляже Забич мы были чаще всего, потому что он был самый близкий к нашему отелю. Вход на него бесплатный, а вот зонтики, лежаки по тем прайсам, которые я сбрасывала ранее прайс-листом. В принципе, цены не кусаются, не обжигаются. Альтернативой этих пляжей есть пляжные клубы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, пляжи пляжами, поздним вечером или ночью хочется прогуляться где-то и все-таки посмотреть, как же выглядит светская дубайская жизнь. Как ни странно, она начинается около Дубаймола, куда можно сходить днем и хорошо пошопиться. Посмотреть на потрясающий автопарк, который будет вас просто преследовать по всему Дубаю. Выпить кофе в одном из самых популярных мест среди шейхов и вообще, в принципе, местных жителей. Помимо всего прочего, в Дубаймоле есть очень много ресторанчиков, большой аквариум, в который вы можете купить билет и войти как внутрь, так и сделать фотографии снаружи, увидеть полноразмерные скелеты инсталляции динозавров и всего прочего. Каждый уголок Дубаймола может вас действительно удивить. Но на самом деле сейчас не о роскоши Дубаймола и сейчас о том, что с одного из самых вкусных ресторанчиков, которые мне удалось найти в Дубае, открывается просто потрясающий вид на поющие фонтаны. Вам не нужно стоять внизу, вы можете просто хорошо, комфортно расположиться за столиком, заказать себе кофе, заказать себе десерт, либо же поужинать и посмотреть даже не единожды 5-7-10-минутные такие фонтанные представления, каждые 20-30 минут. Также с Дубаймола можно купить билет и подняться на смотровую площадку. Если вы хотите побывать на Бурске-Лисе, то непосредственно в Дубаймоле есть вход, где вы сможете подняться на 150-й этаж, либо на любой другой, на который купите билет. Но если у вас более хитрый план, и вы хотите попасть, как я, в ресторан, то у вас все получится. Единственное, нужно забронировать столик заранее. Бронь стоит 250 дирхам, это дебозит, который вы на протяжении своего времени пребывания в ресторане «Атмосфера» можете использовать. Находится он на 122-м этаже в Бурж-Халифе, собственно говоря, в отеле «Армани», который там размещен, и вид оттуда открывается потрясающе. Этот вариант лучше, чем просто смотровая площадка. Кто воспользуется этим советом, дайте знать в комментариях. Буду очень-очень рада, если мои рекомендации вам пригодятся. А мы с вами вдохновились и плывем, идем дальше. В моем таком шорт-листе, что же нужно посетить, конечно же, был отель «Парус». И вот о «Парусе» нужно сказать несколько слов. Около «Паруса» есть также очень атмосферный рыночек сувениров и сладостей, пляжи и целая инфраструктура кафе и ресторанов. Поэтому, помимо красивых фотографий, можно еще хорошо провести время. А вот сюда стоит приходить, когда смеркает. Когда смеркает, вот выделите себе просто один вечер для того, чтобы сходить на Дубай-Марину, посмотреть на отражение больших небоскребов в искусственно сделанном, в таком небольшом порту, речке, да. Посмотреть на яхточки, конечно же, сделать фотографии. Но из всей поездки, я хочу вам сказать, самое запоминающееся для меня это был поход в Селеви. В Селеви, в лаунж, в ресторан, видом прямо на Бурж-Халифу, на ночной город, где есть определенный дресс-код. Селеви Посещение Дубая вместе с перелетом и проживанием получится у вас около 1000 долларов или больше. Все зависит от того, как вы решите провести здесь время. В целом, мне Дубай очень понравился. И я советую его для посещения. Надеюсь, что вам пригодятся мои лайфхаки и отмеченные локации.